Такой вопрос в теории уравнений Шрёдингера. В ограниченном области есть задача описания всех самосопряженных расширений оператора Гамильдона. То есть это что-то вроде тоже формирования всего... По сути, речь идет о граничных условиях. Можно ли сказать, что это что-то в этом же духе, как на языке теории операторов? То, что было в конце доклады, что-то вроде поиска. Да. То есть мне кажется, не знаю, вопрос, побольше или замечания, то есть мне кажется, близкие... Это связанные вещи. Если помимо всего наложить еще требования, чтобы задаваемые этими условиями оператора был самосопряжен, то есть ряд работ по описанию множества самосопряженных расширений. Тут теорему фон Неймана, пожалуй, стоит упомянуть. И вот этими задачами занимается, например, Олег Георгиевич Смолянов. Описание всяких самосопряженных расширений операторов на разных многообразиях. Здесь, наверное, немножко даже более широкий подход. Там не важна самосопряженность. И самосопряженности, кстати, следует разрешимость, существование полугруппы. Для уравнения Шрёдингера, если применить вот это, то это, грубо говоря, не вырождено, по крайней мере, то это будет, мне кажется, просто одно и то же. Описание всех самосопряженных расширений, и это то же самое, что общие краевые условия. Правильно ли это? Там это будет так, потому что в равнине Шрёдингера оператор обязательно должен быть самосопряженным, иначе это уже не совсем равнине Шрёдингера. Хорошо. Почему правило, собственно говоря? Есть ли правого порядка? Есть ли, да. Я бы сказал, что это просто не то. Почему? Для Шрёдингера надо не только по лаплассу смотреть, по х, но и по т. Почему ещё? А, по т. Здесь же в шауках, мы не смотрим переменные х, или это не разделяем глобально, так сказать. Поэтому это не аналог. Это видно было для уравнения прораболического. Ага, да, по т. Действительно, даже там... Аналогия-то есть, но не буквально. Хорошо. Да, тут тоже. Рын Шрёдингера обычно рассматривается в области цилиндрической. По космологии, как это возникла мотивировка, там есть космическая сингулярность, как известно, больших зрителей. И заранее неизвестно, какие граничные условия ставить. Мы вот занимались постановкой, где неизвестно, какая задача и какая постановка. И пришли было, что надо смотреть все возможные постановки. И второе, в ответ на замечание, правильное на райдера Багратовича, насчет того, что универсальность, может быть, не для всех поравнений, точнее, так сказать, универсальность краевых задач для классических поравнений математической физики. Классических и дизерсальных поравнений. Тогда будет нормально. В общем, следует обобщать на другие функциональные пространства в разных смыслах и т.д. Но для классических это универсально себе ответственность. А у вас в области обязательно должна быть выпукла, гладкая, если гладкая, да? То есть угловых точек вообще не выпускает? Ну, скажем, для уравнения циклопроводности все получено в угле. То есть там есть угловая точка. Нет, вот именно для выпукла, в области. Значит, не обязательно для уравнения циклопроводности можно получить результат в области вот такой. Ну, не прямой цилиндр по времени, а вот такой цилиндр. Именно угловые то, что уже нарушает вот именно непрерывно дифференцирование. Про уравнение волновое, когда у по их цилиндр было 0, можно было бы взять, лишь бы не нарушить условия выпуклости относительно осей, скажем, вот такую вот. Или с уголком тоже, наверное, вот так вот. Вот это не нарушает условия выпуклости относительно осей. Вот область выпуклости относительно осей должна быть, но область выпукла относительно осей не выпукла, может быть. Вот, допустим, все результаты воздаются здесь, да. Да. Ну, Шеренгер просмотрен пока только в полуплоскости. У меня вопрос такого плана. Вот в математической физике встречаются задачи, которые описываются системой связанных дифференциальных параметрового порядка. Правда, Игорь Васильевич сказал, что, я так понял, что у них должно быть, ну, уравнение одно уравнение, классическое. Вот именно вот к таким задачам есть интерес вашей, вот, вашей теории, когда в задачах и системы связаны, ну, в часть второго порядка. Понятно, что много интересного. Да. Это раз. Второе. Вот скажем, пожалуйста, вот вы, скажем, порешали вот эти классические задачи там на пластик, в природности, и другие решали. Вот вы не можете сказать, что вы нашли какое-то вот решение, краевое, вот, краевое, вот, условие, которое никто не использует. Вот это новое краевое условие, которое можно вот решить вашу вот задачу. Все предыдущие включены сюда. А? Все известные нам включены. И вот даже сюда. Какое бы ни было краевое условие, оно входит сюда. Мы доказываем, что более общих нет просто. А, пожалуй, вот это вот уравнение, один-два, может быть, оно попадало где-то в применениях, но для... Нам не встречалось. Не встречалось. Ну, значит, я не знаю. Это сравнительно простое уравнение, конечно, но, тем не менее, его... Примеров пока нет, есть только абстрактная схема для задания. То есть, дифференциальный оператор плюс интегральный оператор, какие операторы? Ну, вот в такую общую абстрактную схему по заданию графика оператора с помощью уравнения, связующего ограниченные значения и функцию f, можно попробовать это уложить. Если интегральный оператор, в каком-то смысле, слабее подчинений в старшей части, то можно даже использовать какие-то... Ну, в общем, это пока не сделано, но вот есть перспектива такое сделать с помощью различных аппроксимаций. Сделано, на самом деле, тут масса вещей нечисленная, конечно. Например, для уравнения волнового в трехмерии или четырехмерии, обычной стандартной, у нас нет утверждений. Есть только формальная схема, и если использовать результаты Адамара, вот у него такая известная книга есть по гиперболическим уравнениям, там, похоже, возникает необходимость перенормировки. Когда мы выходим на границу формулы Грина, там возникает расходимость, и Адамар делал перенормировки типа того, как в квантовой теории поле делаются. То есть совершенно нетрегально. Так что, если кто-то заинтересуется, сделать для волнового обычного уравнения из учебника эту схему было бы очень интересно. Мы пока не делали. Ну, для других, конечно. Да, вот не было, может быть, упомянуто для уравнения на плоскости вот у xy равно 0, но для более общего, произвольного уравнения в двумерии сделано этот результат. Сегодня просто не было возможности переступить. Был раз. Мы все хорошо знаем, что в университете и абсолютно большинство работ, которые уходят, они посвящены, вернее, классическим задачам для классических типов уравнений. Вот здесь мы видим, что появляются подходы для изучения совершенно новых постановок задач для классических типов уравнений и для уравнений, которые вообще являются не эллиптическими, не эллиптическими. Более того, эти подходы, так сказать, вызваны какими-то естественными надобностями, потребностями. Ну, в данном случае, вот космологию, вот поминалось, вот будет еще несколько позже. Вот это, мне кажется, очень радо, что выходит наука, которая раньше находилась, так сказать, на больших бухтах трех направлений, эллиптической и эллиптической, вот она выходит в океан всех уравнений, где, в общем, трудности, сидят на трудности и тем не менее успешно продолжают наступление в этом сложном направлении. Если нет желающих еще, давайте погладим. Субтитры создавал DimaTorzok